Как погода? Как тренироваться на поле, когда столько снега? Ну мы сейчас проскочили, ну как проскочили, блин, замерзли, жесть. Нос ноги все мокрые, вообще просто насквозь. И вратари наши, конечно, пожаловались нам немножко, а-та-та. Девочки, блин, замерзли все. Все мокрые эти баллонки, я вообще не представляю, у нас ноги, руки замерзают, у них вообще все тело. Вот, ну да, сейчас зима пришла, как говорится, в отпуске зимы не было. Как только мы начинаем выходить тренироваться, резко зима пришла. Ну, блин, куда? Мы, наше дело тренироваться, а уже погода второстепенная. Как начало подготовки? Как девушки себя чувствуют? Да вроде нормально, вроде нормально себя чувствуют. Вторая неделя действительно пошла, уже она, можно сказать, и заканчивается. Вот, поэтому, ну, все прекрасно знают, что ушли у нас группа игроков. Сейчас у нас на просмотре достаточно тоже группа игроков. Поэтому, ну, как бы все в рабочем режиме. Самочувствие, я думаю, что нормальное, конечно, с каждым днем, с каждой неделей нагрузки будут увеличиваться. Вот, тем более, что с 24-го у нас наступает сбор, это уже двухразовое занятие. А сейчас можно сказать, что просто подготовка ведет с организмом, ну, с большим нагрузком. Что самое сложное на сборах в первое время? Ну, нагрузки, потому что с непривычки, естественно, подать тренировки в день. Хочется побольше поспать, полежать. Уже не думаешь, как это куда-то сбегать, сходить, там, в магазин, думаю, шо, моя подушка рядом, это счастье. Вот, ну, в основном, да, устаешь, потому что работа не самая интересная, да, больше бегаешь, ты наживаешь на зал, мало мяча, вот, и поэтому, конечно, больше морально. Потому что все ждут, когда уже начнется работа, вот это вот, поворотом бить, там, где-то поиграть, какие-то интересные упражнения новые, да, там, на технику поработать, конечно, это поприятнее. Но без этой работы никуда, поэтому все прекрасно это понимают. Что выберешь, две тренировки в день, но с мячом, или одна, но беговая? Нет, две с мячом, да, хоть три с мячом. Еще и спать с ним, да, если понадобится. Многие девушки на просмотре, как вообще они в коллектив вливаются, все ли хорошо, как им нагрузки? Ну, знаете, как, так тяжело сказать, потому что требования в нашей команде были одни, девочки пришли, у них, наверное, были тоже. Другие требования, вот, пока что такой немножко у нас дисбаланс идет между требованиями и то, что хотели бы видеть. Но, тем не менее, хорошие задатки у девочек, вот, поэтому они на просмотре у нас большая, ну, большая, достаточно, большая группа игроков, поэтому мы будем определяться уже, наверное, в процессе тренировочного сбора и контрольных игр, которые у нас будут запланированы на следующей неделе. Должен сыграть спарринг с Могилевым, если я не ошибаюсь. А второй между собой, ну, я не знаю, Юрий Иванович вам лучше расскажет. Вот, но так подготовка к Суперкубку, естественно, все готовятся, потому что мать будет серьезной, однозначно. Продолжим мы подготовку уже к чемпионату и непосредственно, наверное, уже на турнире, который организовывает футбольный клуб Минск совместно с Федерацией футбола, международный турнир, вот, достаточно, ну, я не могу сейчас сказать, с какого точно он начнется, приблизительно 4-5 марта международный турнир, вот. Вот, участвуем в этом турнире, а уже после Суперкубки, начала чемпионата. В принципе, раскачки, как видите, никакой нет, поэтому я надеюсь, что мы хорошо подготовимся, не надеюсь, я уверен, что мы хорошо подготовимся к сезону. Нам нужно за этот короткий срок друг друга понять, в каком направлении все должны двигаться, наработать свои схемы, наработать свои взаимодействия, вот, чтобы Суперкубок был наш. Пока, естественно, ну, не разглашая деталей, планируются ли еще легионеры в нашей команде? Нет, планируются легионеры, планируются легионеры, еще у нас девочки, я в двух уже уверен, мы с ними подпишем контракты, ну, пока что не могу сказать, вот, наши девочки белорусские, вот, и планируются два легионера чуть попозже. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!